Вы смотрите итоговый выпуск программы Дефакто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Сбывал альфа-ПВП. В Гомеле задержан наркодилер, который вел оптовую торговлю наркотиками. В областном центре горело кафе, пламя вырывалось из-под кровли здания. Жара, солнце, раскаленный песок. Удается ли спасателям обеспечивать безопасность на пляжах и как реагируют на замечания отдыхающие? 14 утоплений с начала года. О правилах безопасного пребывания на водоемах поговорим с ведущим специалистом о свод. А также обрушение дороги, взрыв на газозаправочные станции, зачетный папа и дрифт на колеснице. В рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора происшествий за неделю. Неосторожное обращение с огнем в пожароопасный период может стоить больших потерь под угрозой не только природы, но и имущества людей. Так, в деревне Путевая Звезда Гомельского района сгорели 4 постройки, 3 сарая и жилой дом. Они принадлежали пенсионерке 1933 года рождения. Жертв удалось избежать, но имущество полностью сгорело, пламя уничтожило сельхоз в постройке, а дома оставило только обугленный сруб. В Гомель разбираются в причинах пожара в квартире по проспекту Октября. Возгорание произошло на втором этаже дома номер 62. Дымом закоптились балконы и рамы верхних этажей. Происходящее снимали на камеры очевидцы. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из вышестоящих квартир 7 человек. Трех пришлось выводить на улицу в масках. Среди эвакуированных один ребенок. Никто не пострадал. Хозяева квартиры, в которой случился пожар, в момент происшествия находились на работе. По Светлогорскому внедорожник врезался в дерево. Двое пострадавших в районе Страковичей в неуправляемый занос вошел автомобиль марки BMW. Водитель не вписался в поворот, после чего его машину выбросило на обочину, развернуло и ударило о дерево. В салоне помимо водителя находился еще и пассажир. Обоих забрала скорая. Одного из них несли к машине на носилках. Сейчас в ГАИ разбираются в обстоятельствах ДТП. В Гомеле задержан оптовик интернет-магазина по продаже психотропа. Оперативники наркоконтроля областного управления внутренних дел совместно с коллегами из Новобелецкого РУВД вышли на след так называемого минера в конце февраля. Неизвестный на тот момент закладчик в лесном массиве Новобелецкого района оставил в земле полимерный сверток с прыжкообразным веществом. Экспертиза установила, это особо опасный психотроп, неиспользуемый в медицинских целях альфа-ПВП весом 9,12 грамма. Позднее при обыске у мужчины нашли еще около 120 граммов наркотика. Он привозил его из-за границы. Спасатели выясняют причину возгорания кровли кафе. Пожар произошел в Гомеле на улице Карповича. В 2 часа 50 минут на пульта дежурного Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в здании кафе дым в Фундландии, из-под кровли идет дым. Повреждена кровля, уничтожен деревянный навес. Пострадавших нет, не исключается поджог. По прогнозам синоптиков, жара в ближайшие дни на территории региона будет усиливаться. Люди не только достали из гаражей свои лодки, но и обновили гардероб купальников. Ежедневно на пляже Гомельской области отдыхают тысячи людей. Для одних это солнечные ванны, для других – забота о безопасности. В рейде со спасателями освод побывала наша съемочная группа и убедилась, как непросто порой разъяснять элементарные правила. Два часа дня. Мониторинг центрального пляжа спасатели начинают в самый разгар наплыва отдыхающих. Солнце высоко и накаляется не только песок, но и обстановка. Эти молодые люди пришли на пляж, чтобы отдохнуть, но у спасателей к ним появились вопросы. Налицо признаки алкогольного опьянения. Посыпались угрозы. Устрашающе, но сказанная фарс. Мужчина там не работает. От съемочной группы он потребовал показать документы. Конфликт зашел далеко и в ситуацию вмешались правоохранители. Пляж – это общественное место. Вести съемку здесь разрешено, а вот курить и распивать спиртные напитки – нет. Иногда отдыхающие на замечания спасателей реагируют бурно. Значит, вопрос такой. Вы сейчас либо уходите с пляжа, либо я вызываю наряд милиции, он вас забирает. Ну, бери камеру. Спрашиваю, я сдаю. Да все, я ухожу. Добрали вещи и пошли на мост. В смысле? За что вы? За то, что вы находитесь. Да ты перестань. Понятно. Ну, бери камеру, ч**ку снимай. Ну, бери. Ч**-ч**-ч**. А ведь в основе мониторинга – профилактика несчастных случаев. Жара, вода и алкоголь – коктейль опасный. Люди нарушают общественный порядок. Это раз. Второе. Самое страшное, что они подвергают свою жизнь опасности. Почему? Потому что на жаре спиртное действует еще более негативно, чем в холодную погоду. Он может просто умереть, не может остановиться сердце на жаре. А попав, он же горячий, да, попадая в воду, там холодно. И он может переохладиться и тут же утонуть, даже не успев позвать на помощь. Нередко, находясь под шафе, тонут рыбаки. Некоторые любители посидеть с удочкой выходят в подвыпившем состоянии. На обрывистые берега иногда оступаются и тонут. После употребления им хочется к воде, они начинают, значит, купаться. Как правило, находятся они в одиночестве, там максимум два человека с ним выходят на рыбалку. И это приводит их купание к трагическим случаям. Такие случаи уже были в Камаринском поселке в этом году, когда рыбак плохо стал, упал в воду и утонул. Такие же случаи были и в Добружском районе. Что до отдыхающих, то в жаркие летние дни на центральном пляже Гомеля может находиться до двух тысяч человек. И хоть водная акватория пляжа на реке Сож исследована, спасатели все равно на чеку. Взрослым советуют быть рядом с детьми и не забывать об опасности надувных матрасов. В данном случае речь идет о безопасности других людей. Какая безопасность? Матрас же это не твердый предмет, который там у людей. Прошу, вы меня не выслушали. Ну я вышел. Пожалуйста, вы плаваете на матрасе. Ребенок вот такой, вот такой, вот такой. Просто нырнул. И в это время матрас будет над ним. Он может удариться головой, а даже о мягкий предмет. И от испуга набрать в рот воды. Корректно разъяснить отдыхающим правила безопасного поведения на пляже – это главная задача спасателей и особое умение. Они лучше других знают, что неприятность легче предупредить. Ребенок с матрасом, ну, в общем, типа купался или там все остальное. Говорят, нельзя этого делать. Я не понимаю, почему нельзя. Матрас передумали для того, чтобы люди немножко расслабились. Не может, и как-то вот это так. Это не твердый предмет, который там чьей-то, кто-то головой ударяется или что-нибудь случится. На матрасах часто просто дети тонут. Статистика говорит об этом. Поэтому, может быть, волнуются спасатели. Нет, это я понимаю. Спасибо, что они заботятся о безопасности людей, и все остальное. Статистика освод неумолима. С начала года на водоемах Гомельской области утонуло 14 человек. Трое детей. Причины разные, но в случае с несовершеннолетними – это недосмотр взрослых. Они, кажется, какие-то такие, ну, простые, примитивные, дикие, может быть, да. Но есть случаи, когда вот, например, года 2-3 назад мама с девочкой плавала на матрасе, где-то в области, по-моему, вот, плавала с девочкой на матрасе. Девочка просто соскользнула с матраса. 16 лет девчонке. Утонула. С 8 утра до 20 часов вечера ежедневно на охраняемых пляжах дежурят матросы-спасатели освод. Пеший обход ведется постоянно. Сотрудники сменяют на этом посту друг друга. Особое внимание – к отдыху детей. Следите за ними. Почему? Я слежу, слежу и пристанно не пойму. Слово «там» слежу, во-первых, скрадывается расстояние, да. Во-вторых, вы оттуда не успеете добежать. В-третьих, здесь ходят катера, носятся гидроциклисты, поднимают большую волну. Просто вот ребенок может маленький оступиться, и вы ему можете просто подать руки. А если вас рядышком нет, правильно, вы же дорогу переходите за руку и держите. Ну, вот считайте, что это та же дорога. Вода, как и дорога, ошибок не прощает. И, конечно же, отдыхающие об этом знают. Ничего сложного. Просто надо смотреть ребенка. Ну, во-первых, здесь есть всегда спасатели, которые могут прийти на помощь, потому что, как бы ты за детьми не смотрел, это дети, они могут в любой момент куда-нибудь унырнуть и заплыть, куда не положено. Но они все-таки здесь есть, мы в любой момент могут оказать профессиональную помощь. По завершении мониторинга еще один сюрприз. Спасатели обнаружили на пляже детей, которые приехали сюда на велосипедах без родителей. Вася, слушай, надо катер прислать. Тут у меня две девочки несовершеннолетние маленькие. Их на станцию. Как правило, в таких случаях родители забирают детей уже под роспись. А если ребенка повторно заметят возле водоема без сопровождения взрослых, то в известность будет поставлен инспектор по делам несовершеннолетних. И нам кажется, что река и вода – это как бы наши друзья. Ничего подобного. Это единственная стихия, единственная стихия, которую нельзя победить ничем. Огонь можно потушить, землетрясение закончится. А вода, она, как говорят, и камень точит, да. И вот дети маленькие, они не могут отдать себе отчет в той опасности, которую они могут себя подвергнуть. Кажется, вот зашел так – нормально. Зашел вот так – нормально. Пролетел гидроцикл, поднялась волна, ему вот так он хребнул, захребнулся. Понимаете? Поэтому они не отдают. Поэтому мы, конечно, считаем так, что все-таки детям на пляже без сопровождения взрослых, по крайней мере, лет до 15 делать нечего. В Рогачеве 15-летний мальчик со своими приятелями решил отдохнуть на берегу реки Друдь. Подростки выбрали дикое место. Школьник пошел плавать и утонул. Конечно, причины этой трагедии сейчас выясняются, и они могут быть разными. Но вывод один – купание в непредназначенных местах – это риск, где на кону самое ценное – здоровье и жизнь. Более подробно о ситуации на воде и обстановке на пляжах Гомельской области прямо сейчас в этой студии поговорим с ведущим специалистом Гомельской областной организации спасения людей на водах Сергеем Костюченко. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Скажите, как часто сотрудникам общества спасения людей на водах доводится встречать на пляжах людей, которые употребляют спиртные напитки, и чем может для них закончиться вот этот вид отдыха? Подавляющее большинство граждан – это законопослушные люди. И многие вполне ответственно относятся к вопросам личной безопасности и своих близких. Но встречаются и те, кто допускает нарушения, в том числе и появляются на пляжах в состоянии алкогольного пьянения. Вот именно что появляются, правда? Многие же выпивают, например, в кафе, либо где-то там в машине, а потом идут на песочек, к водичке, на солнышко. Открыто это не допускают, но, тем не менее, уже появляются в этом состоянии. И вот именно это состояние, оно опасное. Опасно тем, что притупляется чувство опасности, нарушается ориентация, не могут правильно принять решение, оценить правильную обстановку. И все это может привести к несчастным случаям. Виновные привлекаются к ответственности. Вначале спасатели делают замечания, предъявляют законные требования. Если это не принимается во внимание отдыхающими, то приходится нам обращаться за помощью к сотрудникам МВД. Ну, я приведу пример, на Любинском озере около 20 человек привлечено по данному виду нарушения к административной ответственности. И вот именно это состояние может привести к трагедии. Так, 8 июня 53-летний житель города Гомеля решил переплыть довольно широкое озеро, 150 метров около деревни Старое село Ветковского района. К сожалению, последние 30 метров данный человек преодолеть не смог. Именно в таком состоянии? В таком состоянии. И утонул. Женщина, 42-летняя, 1 июня, в полночь решила искупаться на каскаде озер по проспекту Космонавтов. Прохожий ее излег из воды, но уже прибывшая бригада скорой медской помощи констатировала смерть потерпевшей. Поэтому вывод один. Находиться в состоянии алкогольного пенения около водоемов даже, и тем более в воде нельзя, это приведет в беде. Как реагируют такие люди на замечания? Потому что вот из сюжета мы видели, в принципе, реакция довольно такая, такая агрессивная. Но, правда, это было обусловлено тем, что находилась съемочная группа на пляже. А вот по отношению к сотрудникам АСС, вот как ведут себя люди? Встречаются разные люди. Некоторые правильно реагируют, покидают водоем и двигаются домой. А бывают случаи, когда ведут себя некорректно, а порой даже неадекватно. Купальный сезон открыт уже давно. Но люди, в принципе, массово отдыхают на пляжах и водоемах Гумельской области. Какое самое важное правило нужно соблюдать, чтобы отдых был безопасным? Первое, что нужно сделать, собираясь на отдых, это продумать вопросы безопасности для себя лично, для своей семьи, своих близких, и особенно детей. Ну вот если коротко, по пунктам. По пунктам, это продумать вопрос, выбор места отдыха. Разумеется, мы рекомендуем отдыхать в тех местах, которые для этого предназначены, на пляжах. Второе, правильная организация купания, особенно купания своих детей. Третий вопрос, продумать спасательные средства, которые должны быть при выходе на отдых. И опять же, я обращаю внимание, спасательные средства у детей, особенно несовершеннолетних. Это нагрудники, жилетики детские, которые помогут ребенку остаться на плаву, допустим, если он даже оступится и попадет на глубокое место, что обычно приводит к несчастью. И продумав все эти моменты, необходимо ими руководствоваться уже на отдыхе. Я думаю, что это еще и контроль за детьми во время отдыха. Здесь мое личное мнение, что когда взрослые родители с ребенком убывают на отдых к воде, то они должны понимать, что они не сами отдыхают, а постоянно контролируют своих детей, работают, продолжают работать, как обычно родители. Я абсолютно с вами согласен в этом усердении. Да, выполняют свои обязанности в течение суток, находясь с ребенком. А находясь с ребенком малолетним, это постоянно он должен быть на расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент можно было оказать помощь, дотянуться до него и повлиять на события, которые могут развернуться. Трое несовершеннолетних погибли с начала года на водоемах Гомельской области. Каковы причины утопления, если в общем? Основные причины утопления несовершеннолетних – это недосмотр взрослых за детьми. Порой незнание, где они находятся, куда они пошли, чем занимаются, когда предоставлены сами себе. Следующее – это порой неправильный пример взрослых детям. Они подготовлены, дети, теоретически неплохо, а когда, допустим, со своими родителями идут в место, не предназначенное для купания, у них это закрепляется в памяти, как будто правильное действие. Равнодушие взрослых порой, когда они проходят мимо нарушения со стороны детей. То есть они купаются в неположенном месте, используют различные плавсредства, возможно, даже непригодные. Это и плод, и лодка, и другие вещи, и так далее. То есть нужно вмешаться, не оставаться равнодушным и в стране находиться от этого. Ну, и принимать другие меры. Это и учить детей плаванию, это обеспечить их индивидуальными спасательными средствами. То есть постоянно необходимо заботиться о безопасности детей. Вот мы заговорили о стихийных пляжах, да? Мониторят ли обстановку на них сотрудники общества спасения людей на водах? Да, безусловно. Если мы возьмем с начала года, то нами и самостоятельно, а также совместно во взаимодействии с другими субъектами профилактики и организациями проведено 1100 рейдов на сегодняшний день. Ну, большая часть из них проведена уже в летний период с началом купального сезона, с 1 мая. Эти стихийные места посещаются, где проводится работа с людьми. Профилактические беседы, раздача памяток, листовок, с которыми они знакомятся с правилами поведения на воде. Ну, и также в случае нарушений принимаются меры по предупреждению граждан. А в случае серьезных нарушений могут быть привлечены и к административной ответственности, в том числе закупания в местах для этого запрещенных местах. Какое количество охраняемых пляжей на территории Гомельской области сегодня функционирует? У нас в настоящее время 45 пляжей, из них 35 пляжей это коммунальные пляжи. Службу спасатели несут на коммунальных пляжах. На остальных пляжах там есть ведомственные спасательные посты, которые организуют или владельцы этих водоемов, или пользователи. Служба организована на станциях спасательных практически круглосуточно. В полном составе дневное время, в ночное время это несколько спасателей несут службу. Спасательные посты постоянные и сезонные службы несут в дневное время дня. Есть ли на территории Гомельской области, может быть, Гомельского района, водоемы, либо участки рек, где по статистике наибольше происходит несчастных случаев, случаев, когда люди терпят бедствие на воде, и поэтому нужно быть там особенно внимательным отдыхающим? Каких-то особых мест, где бы совершались происшествия на воде больше, чем в других местах, трудно выделить. Можем говорить о том, что практически все несчастные случаи с гибелью людей на воде происходят в местах, которые не предназначены для отдыха и купания людей. Потому что на данных местах, на пляжах, это долгие годы гибели людей не было. Но в каждом районе есть особые места, которые, ну, по-своему опасны. Вот на территории Гомеля, например. Ну, на территории Гомеля у нас там нередко были случаи на Волтовской протоке. Вот. Другие нарушения в основном происходят на реке Сош. Потому что каждый человек выбирает себе место отдыха, которое ему нравится лично. В других, допустим, районах, допустим, в Гомельском районе это река Ипуть, она своеобразная. Мель сменяется большими глубинами, течение довольно быстрое, и это всегда имеет определенную степень опасности. То же самое и в других районах. Сергей Васильевич, я благодарю вас за конструктивный разговор. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка интересного видео, снятого людьми со всего мира. Строительные работы закончились обрушением шоссе на юге Китая. Рабочие, которые укрепляли периметр большого котлована, заметили трещины на проезжей части и вовремя приостановили работы. Дальше оставалось только ждать, случится ли ЧП. И оно произошло. Грунт под дорогой просто выдавил укрепительное сооружение и осыпался в котлован. А вместе с ним разрушилось и шоссе. Зрелище впечатляющее. Место было огорожено, никто не пострадал. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и протаранил два вертолета. Один из пилотов лайнера погиб. Также смертельные ранения получили двое полицейских. Инцидент произошел в аэропорту города Лукла. Самолет при взлете снесло в сторону. Причины выясняются. Экипаж одного из вертолетов госпитализирован в полном составе. На борту самолета в момент крушения пассажиров не было. Казахстан. Город Шимкент. Там произошел взрыв на автогазозаправочной станции. Сначала загорелась емкость с остатками газовой смеси. А потом рванули четыре автоцистерны. Две по семь и две по пятьдесят кубометров. Пламя и взрыв снимали очевидцы. На месте ЧП пострадал сотрудник станции. Он в реанимационном отделении больницы. В Серове Свердловской области юные хулиганы осквернили Мемориал Победы, посвященный героям Великой Отечественной войны. Камера видеонаблюдения сняла детей, которые начали пинать один из венков у подножия монумента. А затем сожгли их всех и убежали. Юных нарушителей быстро вычислила полиция. Их родителям грозят крупные административные штрафы. В Питтсбурге мужчина виртуозно поймал пляжный зонт, который сорвал и поднял в воздух ветер. Едва хозяин этого дома успел выйти из машины, как в его сторону полетел большой зонт. Но мужчина не растерялся и сумел его поймать на лету. И даже не поцарапал им свое авто. Порывом ветра зонт перенесло со стороны бассейна. Дети ловкого мужчины распространили запись в соцсетях и она стала популярной. А этот папа решил раз и навсегда отучить от видеоигр своего сына-геймера. Он вооружился кувалдой и привел приговор в исполнение. Сына не тронул, зато консоль для игр разбил в пух и прах. Видимо, такой способ воспитания мужчина выбрал неспроста. Скорее всего, просьбы и нотации уже не работали. Что тут скажешь? Отец приставку подарил, отец ее и разбил. За сутки 150 тысяч просмотров на Ютюбе. Испания. Во время экстремального джампинга едва не погиб парашютист. Любитель острых ощущений совершил прыжок с горы. Парашют раскрылся, но ветер подул в обратную сторону. Спортсмен стал сближаться со скалой и ударился о нее где-то на середине склона. Казалось, это конец, но к радости очевидцев парашют не свернулся и мужчина продолжил медленный спуск. Ударом о скалу экстремал сломал себе ногу, но приземлился благополучно. А этот велосипедист получил травму, когда попытался обогнать автомобиль. Лихо пошел на опережение, но зацепился за автофургон, припаркованный у дороги и рухнул с велосипеда. Падение получилось опасным, благо водитель легковушки успел среагировать. Нелегко управлять мопедом, если ты булочник. В Бразилии с легковым автомобилем столкнулся скутерист, который развозил багеты по магазинам. Товар разлетелся во все стороны, а водитель мопеда сделал сальто в воздухе. Приземлился жестко, но серьезно не пострадал. Водитель легковушки не сбавил на повороте скорость, выехал навстречку, из-за чего и произошло столкновение. Дух захватывает, но повторять такого не стоит. Герой этого ролика показал, что дрифт под силу не только спорткара, но и обычной колесницы с одной лошадиной силой. Занос такой, что пыль столбом и никакого свиста резины. Экологически чистый заезд, исполненный виртуозно, но весьма рискованно. И напоследок, вот этот ролик. Необычайную вежливость продемонстрировали российские полицейские, когда ночью задерживали нарушителя в его же собственной квартире. Мужчина спал, пришлось разбудить, но силовики сделали это очень тихо, чтобы не потревожить спящего в соседней комнате ребенка. Поднимайся. 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 Быстро. Фамилия, имя, отчество твоя. На сегодня это все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова